Практически любое преступление это не только материальный, но и моральный ущерб. И, пожалуй, обиднее всего потерпевшим, которые стали жертвами мошенников. Ведь очень часто доверчивые люди сами отдают махинаторам деньги. Регулярно оперативники регистрируют десятки обращений граждан, пострадавших от рук аферистов. И половина из них обманули доверчивых пользователей в интернете. Какими приемами пользуются мошенники и как не попасть на их удочку, узнавала Вероника Гамзюкова. На фотографиях девушка, которая подозревается в мошенничестве. Она представлялась сотрудницей Центра гигиены и эпидемиологии и гастролировала по магазинам Гомельской области. Находила нарушения и собирала за них штрафы. Девушку задержали в Гомеле. Каждый год правоохранители фиксируют новые виды афер. Но классики жанра обманщики не изменяют никогда. Это съемки Мозорского суда, где недавно рассматривали уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых пятеро жителей Калинковичей и района. Они ездили по всей стране. По документам третьих лиц покупали товары в рассрочку и сразу же их перепродавали. Чтобы выглядеть убедительно, придумали себе легенду о том, что муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают вещи. Покупали все, что можно было выгодно продать. Мошенники побывали во всех областных центрах страны, завладев ценностями на общую сумму около 300 тысяч рублей. Лица, которых участники преступной группы привлекали для своих мошеннических преступных схем, в основном состояли из лиц, ведущих социальный образ жизни, лопающихся алкогольными напитками, неработающими, которым было достаточно получить спиртное и продукты питания. То есть данные лица впоследствии не задумывались о том, что возможно к ним в дальнейшем будут претензии судебного порядка, разбирательства. Участники преступной группы зачастую еще ввозили в заблуждение указанных лиц, обещая им погашать данные кредиты самостоятельно. А вот еще один пример в тему. Житель Добруша скупал бы у автомобилей по всей стране. Обещал владельцам перепродать их машины и вернуть деньги. Договоры не составлял, а вот расписки писал всем. Естественно, вырученных средств люди не увидели. К слову, авто часто становится объектами нарушения закона. Например, люди покупают дорогое транспортное средство, страхуют его, а затем намеренно портят. Обманывают доверчивых белорусов и в других сферах. Например, гомельчанку Кристину подвели ее же знакомые, нерадивые строители. Ремонт они мне сделали, правда сделали очень некачественно. Я по глупости все деньги отдала им авансом. Они мне сделали это так, что все начало отбаливаться буквально через два месяца уже. Что-то посыпалось, плюс еще на мебели, на технике осталось много следов от краски и прочих материалов, которые они тоже не удалили. Ну и когда у меня стало все посыпаться, я у них спросила, собственно, ребята, как бы что-то надо переделать, это же некачественная работа. Они сказали, ну, ничем не можем помочь, ну вот как смогли, так и сделали. Люди верят мошенникам, особенно если в недавнем прошлом они были бизнесменами, которые успели наработать авторитет. Как правило, такие аферисты просят займы у знакомых якобы на развитие бизнеса. Но затем исчезают. Бывают и случаи, когда мошенники просят взять на них кредит. Помните, отвечать имуществами и деньгами будет не тот, кто положил денежный кредит себе в карман, а тот, чье имя стоит в договоре. К слову, в последнее время активизировались и мошенники в интернете. Например, в Инстаграме аферисты предлагают подготовить промо-ролик на основе фотографий, размещенных в аккаунте. Условие у предложения одно. Предоплата в размере от 10 до 50 рублей. Когда доверчивый человек отдает деньги, мошенник пропадает. Еще один вариант. Пользователя сети ВКонтакте взламывают и от его имени просят перевести сумму на указанные реквизиты. За один такой взлом могут пострадать десятки человек. Головная боль для оперативников – использование в преступных целях мобильного приложения одного из сотовых операторов. Человек, в большем случае, возможно, и незнакомый, подходит к вам и просит под любимым предлогом дать ему сотовый телефон. Вы ему передаете сотовый телефон, и в это время он производит определенные манипуляции с ним. Включает интернет, скачет это приложение, активирует и переводит деньги, которые даются сотовым операторам начального баланса, к себе на телефон или же на другую карту. После чего стирает это мобильное приложение. О том, что у вас задолженность порядка 100 рублей, вы узнаете только в конце или даже в начале следующего месяца. У нас был последний факт. Это молодой человек, он учился в одном из заведений города Гомеля. Он использовал доверчивость своих знакомых, приятелей, которые с ним находились, сидели за одной партой. На удочку мошенников попала и гомельчанка Людмила. Прошлым летом женщина инвестировала в кэшбэре 2000 долларов. О платформе рассказали родственники из России. Вкладываешь сумму, через год получаешь в два раза больше. Незадолго до этого они и сами продали машину, чтобы сделать вложение. В сентябре кэшбэре заподозрили создание финансовой пирамиды и передали информацию в Генпрокуратуру и МВД. Российская платформа заблокировала средства Людмил и ее родственников, а также еще нескольких десятков тысяч человек. Доходы люди получали поначалу очень хорошие. Процентно я уже не помню, но там получалось, что за месяц на 30% прирастала сумма. И те, кто вложили большие суммы, вот мой родственник вложил большую сумму. И потом, когда уже деньги начали прирастать, он смотрел на эти цифры на мониторе. И он вложил деньги за проданную квартиру, продал автомобиль, вложил деньги, привлек своих знакомых, в том числе и меня, и родственников. И когда все это рухнуло, он попросту от расстройства получил инсульт и умер. Если вы стали жертвы и мошенника, сразу же обращайтесь в милицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность, что сможете вернуть свои деньги. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Де Факто».